итак доброго времени мои креативные зрители это мое такое приветствие фирменное мы продолжаем изучать методы и техники съемки видео в d74 непростого видео но съемки фильмов и серьезных видеороликов сегодня я хочу вам показать сцену в ресторане которую я снимал для своего фильма а что за дверью давайте мы сейчас посмотрим вообще что это за сцена в общем по сюжету эта сцена где наш главный герой мартины и его возлюбленная вечером сидят общаются приятно у них общение кушают ужинают едят ну и мы соответственно видим еще массовку еще с the sims 2 у меня была такая традиция не снимать сцены на общественных участках как практически никогда я этого не делал по разным причинам и это такая моя головная боль может быть если кто-то из вас опытный и нашел способы как угомонить всех симов которые приходят на участок где вы снимаете очень важное и ответственное кино чтобы они не мешали снимать вам ваш фильм ваш шедевр напишите в комментариях но за все это время я не нашел никакого способа кроме двух один из них я вам покажу а второй сейчас расскажу вам если вы снимаете действительно на общественном участке и вам нужно сделать так чтобы симы которые вами не управляемые которые являются массовкой не заходили на этот участок не мешали не разговаривали не портили вам звук если вы записываете оригинальную озвучку симов да если вы записываете их сим лишь просто закройте этот участок если это возможно удалите двери в режиме строительства этот общественного участок разумеется если возможно поставьте какой-то предмет перед дверьми симы не будут заходить и вы сможете спокойно взять текст персонажей которые вы снимаете до которые задействованы в этой сцене можете еще несколько персонажей завести но лучше всего чтобы все персонажи вот как в этой сцене будут вами задействованы видите у меня внизу на панели все эти шесть персонажей под моим контролем я знаю что они будут делать и я полностью ими управляю так же само вы можете это сделать и на вашем общественном участке поскольку я снимал в дополнение веселимся вместе в игровом наборе в поход то есть у меня нет дополнения в ресторане соответственно я лишь имитировал в этой сцене с помощью вот этих декораций я лишь имитировал ресторан который доступен уже в игровом наборе в ресторане поэтому по старинке так сказать еще с d7 2 я взял построил на обычном живом участке заселил сюда наших симов в том числе и главных героев заселил их на этот участок построил декорации как вы понимаете декорации это не весь ресторан мне не нужно строить весь ресторан мне нужно построить несколько стен сделать эти стены красивыми чтобы это был настоящий как бы настоящий интерьер запустить туда симов и начать съемки видите здесь кусок стены еще есть недостроенный там дальше уже столиков нет и они не нужны потому что у вас в кадре будут только несколько персонажей несколько столиков именно там где будут у вас кадре все это вы должны снимать как я уже говорил в прошлом видео в начале каждой сцены идет какой-то общий ракурс и ну я взял этот ракурс из других фильмов когда какая-то красивая комната красивое помещение с красивыми люстрами да и камера идет сверху вниз показывая общий план этого заведения этого ресторана в котором находятся персонажи которые находят которые играют в этом кадре вот постепенно постепенно камера спускается вниз разумеется такой длинный кадр я не делал я обрезал часть и запустил этот фильм но как вы понимаете как вы понимаете лучше снять больше чем меньше здесь еще пытаюсь добавить несколько столиков давайте промотаем мне необходимо чтобы наши персонажи непринужденно общались наши главные герои и наши второстепенные наша массовка мне очень нравится когда массовка молчит и соответственно не мешают нашим главным персонажем поэтому вот этих двух девушек подальше от наших главных персонажей а вот его парня дать ему планшет и пусть он играет в свой планшет да вы можете заметить я забыл здесь поставить им какие-то напитки но поспешил не заметил и вот у нас идет плавный спуск чтобы зритель увидел общий фон ресторана снимаем это все идем дальше потом мы приближаемся разумеется к нашим главным героем они общаются у них приятный разговор так обязательно чтобы не было вот таких глюков как вот здесь чтобы все предметы которые у вас есть в вашем интерьере они были чтобы они не исчезли не исчезали но у меня тоже есть один глюк один ляп я его может быть когда-то покажу и вот это здесь ляпа не было я заметил то что стола нет поэтому как вы видите снял снял я все хорошо вот они общаются в общем у них приятное общение разумеется снимать нужно с разных ракурсов можно заранее сохранить с помощью контр-5 контр-6 и других клавиш те ракурсы которые вы будете использовать в вашем диалоге я так делал в одном я так делал в одной из сцен когда-нибудь возможно я покажу видео с этой сценой и разумеется лучше всего чтобы было видно одного персонажа до глазами другого персонажа и второго персонажа глазами первого персонажа можно еще снять несколько промежуточных кадров до где будет общий план двух персонажей так вот опять ракурс мы видим такую профиль мартина и лицо аннабель они общаются вот план общий план этих двух персонажей наверное это будет не общий план а даже не знаю наверное это называется я не помню кажется это называется но не полукрупную но как-то так по пояс в общем так что у нас дальше вот я пытаюсь выбрать какой же ракурс лучше всего взять да я ситуативно снимаю до выбираю какой лучше ракурс я выбираю на месте но не все разумеется попадает фильм вот этот ракурс вот эта сцена вот этот кадр у меня не попал наверное не помню вот они общаются вот более крупный план не бойтесь дорогие зрители дорогие игроки создатели видео не бойтесь снимать sims of с очень крупных планов это показывает то что вы действительно серьезно подходите к съемке видео конечно 7 все такие неуправляемые и у меня действительно было очень много трудностей при съемках крупных планов действительно очень крупных планов где есть одно лицо но если вы знаете что sim будет ну послушный вам что он не сделать никаких таких некрасивых моментов которые повредят ваши съемки то делайте крупный план очень крупный план где только лицо и разумеется как вы понимаете не делайте так чтобы сейчас я перемотаю этот момент вот не делайте так чтобы над головой вашего персонажа было очень много места лучше чтобы вот этот персонаж который спереди мартин часть его головы сверху обрезать да а вот над анабель что было совсем немного места про свободного до пространства чем сделать очень много свободного пространства над головой персонажа потому что это выглядит некрасиво и вот мы видим как отдаляется камера от наших персонажей они продолжают о чем-то общаться и вот слева вы могли заметить сейчас извините справа деталь более внимательно смотрите вот 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 появляется у нас стульчик до кресла я разумеется вот этот уже часть этого видео удалил потому что выглядит некрасиво то есть вот такие моменты лучше всего обрезать идем дальше вот еще вот такой момент конечно он мне понравился но я его почему-то не добавил фильм вместо того который есть у нас у меня на данный момент потому что здесь смотрится ресторан ресторан более таким обжитым уютным вот давайте насладимся этим моментом вот есть хорошо это мы сохранили ну и как вы понимаете поскольку это у нас декорации и я даже не предполагал о том что я буду снимать сцену во дворе я быстренько построил фасад ресторана так быстренько построил еще помню с времен the sims 2 когда я снимал один свой сериал часто но тот сериал у меня был в основном такой ситуативный я даже не писал практически сюжета он у меня складывался на ходу здесь конечно сюжет есть сценарий есть но вот такую сцену я не предугадал да может быть эти два персонажа где-то поцелуются но не в но не на входе в ресторан но оказалось что это в принципе выглядит очень романтично и вот в принципе готов наш фасад рестораном сейчас мы перемотаем на вечер разумеется как вы понимаете не нужно выстраивать весь ресторан как я говорил только те места которые вы будете снимать и которые будут выглядеть хорошо так пока у нас день мы я еще тут кое-что доставаю чтобы выглядело оно красиво сейчас мы ждем вечера время я перематываю и вот у нас уже вечер так ну я поскольку у меня в фильме есть флешбеки кто не знает флешбек это сцена кадр из то есть того чего может быть и не было в фильме или сериале или было но это идет как воспоминание то есть флешбек это движение как бы назад и поскольку вот это вот этот кадр вот эта фотография мне была важна для моего фильма я понимал это то соответственно я сейчас уже снял этот кадр для дальнейших флешбеков чтобы не возвращаться назад к этим к этой сцене к этим декорациям и не и не доснимать эту сцену здесь они фотографируются и эта фотография мне понадобится для вот одного момента одной сцены где эта фотография нужна кто не смотрел фильм вы посмотрите и поймете о чем я говорю они сфотографировались и сейчас будет у них самый романтический момент разумеется опять же хотелось показать что камера отдаляется от персонажей и мы как бы видим мы как бы видим общий план того как они они целуются и соответственно и соответственно переход на следующую сцену в общем они тут фотографируются вот сейчас у них будет поцелуй вот они целуются все и камера отдаляется то есть вот этот момент он был добавлен в фильм выглядит все красиво фонтаны вечер как будто и суток не прошло с момента съемок той сцены которая в ресторане вот сверху вы можете заметить стену ресторана вот там дальше возле дверей за окнами видно уже кресло то есть все выглядит в принципе правдоподобно и на этом наша сцена закончилась мартин конечно решил куда-то уйти ну симы они непослушные вот эта сцена и закончилась в принципе сцена вот эти две сцены это где-то ну полторы две минуты точно не помню может быть 3 идет то есть вы можете очень много сидеть я уже не помню сколько я сидел но это видео у меня где-то было записано 30 минут я записывал и вот буквально 2-3 минуты я записал для фильма может выходить конечно по-разному в зависимости от того качества если вы не сильно придираетесь к тому чтобы снять действительно какие-то редкие моменты редкие кадры сделать то вы можете достаточно быстро снять если конечно вам нужен нужна только определенная эмоция у симов если вам нужно только определенная какая-то поза какое-то действие то вы будете долго-долго-долго снимать как я некоторые сцены ну что ж спасибо что смотрели это видео надеюсь оно помогло вам и дало вам некоторые знания о том как лучше строить сцены на общественных участках лучше всего это снимать на жилом участке с вашими декорациями если вы хотите снять уже существующие локации которые были созданы игроками или созданы разработчиками чтобы показать что вот вы снимаете в известных всеми локациях общественных участках да вы можете снимать но делайте так чтобы массовка в виде других симов не мешала вам это делать для этого закрывайте общественный участок от других посторонних симов и снимайте свои фильмы надеюсь у вас все получится также если вы снимаете свои фильмы и если у вас есть какие-то вопросы пишите в комментариях к этому видео а также выкладывайте ваши работы чтобы мы все могли посмотреть ваше видео и соответственно вы могли набрать больше просмотров успехов пока 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok